В советские времена все хвалят, да? Вот замечательное время было. Но вопрос, все на благо страны делалось, на благо народа. Вот такой факт. Вы в курсе, что Андропов, во время правления Андропова, который все говорил, вот какой крутой, хороший мужик, да? Да? Слышали такого, да? С Рейганом был договор заключен о взаимном падении на ядерном, помните, да? По этому договору весь золотой запас Советского Союза вывозил в США. Не слышали об этом? Неужели не слышали, да? Так сообщаю. И вывезли. Для того, чтобы гарантировать, что Советский Союз не несет первый удар. Ну, свое золото не хочется бомбить, правильно? Неплохо, да? А вы думаете, почему Ельцин пищал, возмущался, когда он стал президентом России, в казне, когда он сказал, что 300 тонн золота. Слышали об этом, да? Понимаете? Потому что до него еще хорошенько постарались. Это происходило, извините, не в современном... Нет, не Крымачев, а при Андропове. А вы знали бы, что то же самое... Хрущев. Вы знаете, что Хрущев, когда был кризис Карибский, ну, вдруг что-то не так пойдет, да? Хрущев положил на счет каждого членополибюро в швейцарских банках по 70 миллиардов долларов того времени. А может, на ваши счета тоже положил? А может, там лежат? А вы знаете, надо поехать в Швейцарию. Скажите, вот моя фамилия такая-то. Тут Хрущев на мою имя положил 70 миллиардов долларов. И хочу его положить, получить их с процентами. Да. И почему-то сын Хрущева прекрасно живет в Америке. И все остальные, Брежнева вся семья, родственники живут в Америке. Многомиллионные дома имеют и так далее, и так далее. Это все для дураков было создано, что якобы они скромные люди. Да, может, они внешне ходили скромно, да? Ну, а толку от того, что видите, какие капиталы вывозились и складывались там. Из России вывозились колоссарнейшие объемами золота, бриллианты. Чего только не увозилось. Через то же самое Афганистан. Из-за чего, между принципием, началась война в Афгане. Из-за того, что решили прикрыть этот канал вывоза из России ценностей. Оказывается, вот в чем причина, как говорится, введения войск в Афганистан. Но это долгая история. Сегодня мы ее не тронем, потому что осталось уже несколько минут. Наверное, еще много вопросов, еще не ответил.